В Удоровском районе продолжает сокращаться популяция рыбы. Внимание главы республики на столь глобальную проблему внезапно обратила жительница Усогорска Светлана Тыдорская. Мол, прежде в реке Мизень всегда было достаточно хариуса и семги. Планируются ли работы по зарыблению, как в этом году происходило на реке Ижма? Сергей Гапликов, как сообщает его пресс-служба, пояснил, в Мизень уже выпущено около 200 тысяч мальков хариуса, а в мае-июне следующего по госзаданию Минсельхоза России запланирован выпуск еще 480 тысяч штук молодей хариуса и 200 тысяч щуки. Также губернатор обнадежил. В ближайшие годы рыбохозяйственный комплекс региона вообще ожидают большие перемены. Надежда связывается с реконструкцией питомника на Сосногорской ТЭЦ. Первый этап уже завершен. К слову, эта тема в начале ноября бурно обсуждалась и в Госсовете. Оказалось, на объемах серьезно сказалось закрытие предприятия на Кажемском водохранилище. Мор рыбы произошел там из-за ошибок при реконструкции гидротехнических сооружений. Но вот если недостатки удастся исправить, в Кажеме можно будет выращивать до 600 тонн рыбы в год. Еще одна важная составляющая, которая тормозит развитие сектора – импортные комбикорма. В настоящее время Минсельхоз рассчитывает, что цены на них собьет готовящийся к воду завод в Татарстане. Что для нас это дает? Это, во-первых, производство мальков. Сегодня мы их закупаем за пределами, где-то на территории Российской Федерации, где-то за пределами Российской Федерации. И цена довольно-таки высока. По крайней мере, с реализацией данного объекта мы сможем обеспечить себя рыбами мальков. Впрочем, второй этап по созданию условий для выращивания товарной рыбы пока в стадии реализации. После его завершения ежегодная производительность возрастет на 40 тонн лососевой и 25 тонн осетровой рыбы. Таким образом, объемы увеличатся ровно в полтора раза.